Прошло уже две недели, как школы вернули к традиционному режиму обучения. Но так как учебный год начался в условиях пандемии, в школах введены ряд требований. Ежедневно перед началом уроков сотрудники учебных заведений проверяют состояние учащихся. У каждого куратора свои термометры. Кроме этого, мы вот здесь проверяем. Если вдруг какой-то ребенок как-то себя плохо почувствовал, кураторы сразу дистанционным термометром проверяют. И если температура 37, мы сразу вызываем родителей, ребенка отправляем. Если же в семье кто-то болеет коронавирусом, а мы ведем опрос ежедневный, то мы этих детей отправляем на карантин на 14 дней. Что же касается учебного процесса, то он проходит в обычном режиме. Школьники сидят в шахматном порядке с соблюдением масочного режима. Так, в УВК номер 6 для профилактики коронавируса были открыты так называемые экологические классы. Их главное отличие в том, что уроки проходят на открытом воздухе. Школа очень ждала детей. И поэтому, конечно, наши администрации такие прекрасные кабинеты открыли, экологические. Значит, на той стороне у нас волшебный кружок, а в этом экологические. Значит, проводятся уроки родиноведения, чтения и ХТ. И детям очень нравится. Они с радостью на свежем воздухе получаются на ней. На сегодняшний день все муниципальные учреждения обеспечены необходимыми дезинфицирующими средствами. Во всех школах города открыты медпункты, закреплены врачи и медсестры. Для профилактики болезней порядка 60% учителей прошли вакцинацию. По информации муниципалитета, в ряде столичных школ на карантин закрыты некоторые классы, а ученики отправлены на дистанционное обучение. Если просто будут заболевшие дети с ОРВ, если они не придут на учебные занятия, для них проводятся уроки в режиме онлайн. Для тех, кто плохо чувствует себя, не только заражены с инфекцией COVID, нет. Если даже при заболеваемости ОРВ, ОРЗ, конечно, дети могут продолжать обучение в дистанционном режиме. Также для безопасности учащихся родители по-прежнему не будут заходить в само здание, а лишь ограничиться сопровождением своего чада до порога. Отметим, на балансе муниципалитета 97 школ. В них обучаются порядка 178 тысяч детей и работают более 7 тысяч учителей. Елена Ткаченко, Ирланджин Ушалиев, Бегджан, Токтусу, Нафалато, 24.